Валентина Киселева любила с детства. О своем увлечении не забывала и когда училась в ВУЗе. Девушка закончила экономический факультет, однако по специальности проработала недолго. Когда ей предложили в Центре занятости пройти переподготовку по профессии закройщик, Валентина с радостью согласилась. Обучение бесплатное, да и наличие дополнительной специальности никогда не помешает в жизни, признается девушка. Здесь мне, конечно, очень нравится. С высшим образованием это, конечно, две разные вещи, потому что здесь больше практики, теории, ну так, совсем немного. Если, допустим, сравнивать с высшим образованием, то там, наоборот, лекции, лекции, практики мало, а здесь, наоборот, работаем руками. Мне кажется, если руки на месте и хочется заработать, то, конечно, можно сработать везде, с любой специальностью, любой профессией. Ежегодно техникум готовит более 600 квалифицированных специалистов. С прошлого года здесь разработали программу дополнительного обучения и для школьников. Ребята, не отрываясь от учебы, начиная с 8 класса и по 11, могут получить разряды по моделированию и конструированию одежды. На профессиональных портных девочек и реже мальчиков здесь готовят на протяжении одного года, после чего они могут либо без экзаменов продолжить обучение непосредственно в самом техникуме, либо применять приобретенные навыки на практике в личных целях. Учебно-производственные мастерские техникума посетил глава Мариэл Леонид Маркелов. Люди приходят и со школы, девчонки приходят, приходят и те, кто имеют уже высшее образование и в любом возрасте, могут получить профессию швеи, парикмахера. Все, что колледж готовит, могут пройти переподготовку. Во-первых, это хорошо, потому что человек получает возможность, освоив новую профессию, кормить себя, а не создавая головной боли, зарабатывать деньги. Это очень хорошо. Ну и самое главное, что мы в жизнь готовим молодых людей, которые уходят готовыми к хорошей профессии. Мало ли что, ну получил человек образование, не всегда устроишься по профессии. А поскольку ты прошел такую подготовку и профессии, девушки, например, парикмахер, швея, всегда пригодится и в жизни, и можно всегда заработать себе на хлеб с маслом. Это очень хорошо. В этом году техникум впервые принял в своих стенах конкурс профессионального мастерства WorldSkills по компетенции парикмахерское искусство. Уже в мае победитель отборочного этапа представит не только свой родной техникум, но и всю республику на всероссийском уровне. Мы создали при ресурсном центре учебную фирму. И здесь наши студенты в свободное время могут не только отработать свои навыки на этом оборудовании, но и заработать денежные средства, чтобы нам содержать оборудование и также изготовить новые коллекции, чтобы, в общем-то, показать, что мы действительно можем хороших специалистов готовить и много сделать хорошего для нашей республики и экономики. Учащиеся и выпускники Шкаролинского техникума сервисных технологий – неоднократные призеры и победители многочисленных конкурсов и фестивалей. Ребята представляют как индивидуальные работы, так и плоды трудов целых творческих коллективов. Недавно они разработали свою новую коллекцию. Вопросы учащихся и преподавателей, на которые уже позже ответил глава региона, были самые разнообразные – от политики до моды. В этом году одному из старейших учреждений профессионального образования республики исполняется 85 лет. За это время здесь подготовили более 17 тысяч специалистов для предприятий швейной промышленности и сферы обслуживания. Большинство из них осталось жить и работать в Мариэлл. Профессионал он незаменим. Хочешь картину, портрет свой иметь, а вот я хочу портрет, чтобы мне написал Рембрандт, и к нему очередь стоит. Будь в своей профессии Рембрандтом, и все у тебя получится. В этом и есть счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.